Некоторые мы работы знаем, некоторые новые, но узнаваемо издалека, с коридора было видно, чья это выставка. Он называет себя мастером парадоксов. И действительно, человеку, который привык видеть в картине классику, понять это творчество сложно, но парадокс, его работы востребованы. Я вообще не задумываюсь, нужно полностью мозг включать. Значит, мне нужно мозг включать, это получается дизайнерская картина, лишенная вообще какой-либо культурной ценности. Поэтому все идет от парадокса. Я считаю себя одним из лидеров парадокса. Алексей Чеканов посвятил себя искусству с детства. Работал художником-оформителем в редакции газеты, позже в Театре драмы. Первую выставку организовал, когда ему было 30, а затем побывал во многих городах России. Его имя знают и в странах СНГ. В прошлом году в Киеве вышла книга об алтайском художнике. На вопрос, всегда ли есть желание творить, отвечает. Бывало я в жуткой депрессии, потому что, когда я понимаю, ну не лепится ничего, не делается. Потом выйду на улице, прогуляюсь, я живу на горе, прогуляюсь, пробегусь, там вот этот раз со здоровьем. Помогает справиться с тоской семилетний сын, он же главный вдохновитель. Работы Алексея выполнены в виде зарисовок. Каждая дополняется авторским текстом с фирменным чекановским юмором. При этом ни в одном рисунке нет ни злобы, ни осуждения. Чистой воды ирония. Выставка открыта до 13 июля в музее «Город». Елена Кузовкина, Антон Васильев, Николай Шелком. День с толком.